Теперь говорим о второй части моего введения относительно моей авторской сенсороморфной теории времени о которой я ранее уже в общих чертах вам рассказал Теперь коснусь немного двух важных параметров и аспектов этой теории Это скорость времени, ну и возможных каких-то прикладных перспектив, потекающих из этой теории, так скажем, научных, физического свойства Ну, во-первых, что касается скорости времени Ведь по моей сенсороморфной теории, во время как понятие, как величина ассоциативно-чувственная, эффект восприятия человеком, происходящих вокруг процессов Какие бы они ни были по скорости своим параметрам То, соответственно, скорость времени, она характеризуется и проистекает из того, ну, микро- и макро-аспекта Ну, микро-аспект, соответственно, в нашем ординарном пространстве верифлидовом, в окружающей Вселенной Какими скоростями примерно обладают все элементарные частицы, находящиеся в окружающем пространстве Атомарные молекулярные движения, ну, которые структурируют все процессы, происходящие во Вселенной Не важно, в каких бы условиях они ни происходили С точки зрения астрофизики, ядерной физики и каких-то других процессов Ну, имеется в виду, конечно, самая стационарная и самая общепринятая величина – это скорость света В принципе, от нее тоже многое зависит То есть, в нашем ординарном пространстве все скорости элементарных частиц, составляющих материю, составляющих окружающие пространство Агрегатное состояние этой материи, она определенно Соответственно, из нее складывается и общая скорость всех процессов, так скажем Если среднюю величину, это В, назвать такой средненной скоростью всех процессов, происходящих во Вселенной В данном этапе, я и подчеркиваю, это имеется в виду ординарное пространство Не какие-то там черные дыры, надпространство, темное вещество То есть, как бы сказать, те пространственные формирования, которые имеют, так сказать, свою суть неординарную Для нашего обычного пространства В принципе, время как мера движения материи, это всем известно и понятно Чем определяется ее свойство Но что-то касается скорости Представьте такую ситуацию, что все скорости всех элементарных частиц, из которых состоим мы Люди, окружающие нас предметы, вещества в любых состояниях Вдруг ускорились или замедлились Соответственно, может измениться и скорость вообще всех процессов макро-уровня, происходящих вокруг нас Соответственно, возможно, и ощущение времени может быть тоже ускорено Поэтому, если мы, допустим, поставим такие часы, как измерительный прибор Измерение времени, стационарный, стандартный, который мы сейчас имеем Пардон, слово стационарный тут не очень подходит Естественно, может быть, эта стрелка часов или этот песок, который будет сыпаться в песочных часах Будет или медленнее, или быстрее двигаться Ну, песок сыпаться, а стрелка двигаться Поэтому, в принципе, скорость времени, она стационарна Как постоянная, как некий континьюм В нашем стационарном, опять-таки, стационарном слово не очень подходит Пространстве, ординарном пространстве, которое окружает нас Ну, и тут имеется в виду все обычные, ординарные процессы, которые нас окружают Сюда можно включить все процессы Которые не вызывают каких-то искривлений пространства-времени, как континуума Просто при искривлении, при изменении свойств материи Опять-таки, как я говорил в первом своем обращении Будь то гравитационные процессы, магнитные, какие бы это силовые, полевые Силовые, я имею в виду силовые поля, естественно То есть, если они приводят к искривлению пространства Изменению его формы, свойств, характеристик То, естественно, и ощущение времени у человека В котором это аналогично так же все происходит Эти генезисы и изменения Тоже может, соответственно, изменяться Потому что ощущение, оно основано на внешней реакции Человеческих чувств, человеческого организма На проходящие вокруг процессы В том числе, происходящие в нем в самом процессе Что в нас происходит Ибо мы состоим тоже из тех же элементов Которые, как говорится, таблицы Менделеева Которые составляет вообще вся Вселенная Ну, кстати, возможно, мы еще не все элементы этой таблицы Знаем, изучили Может, у Вселенной существует, вернее сказать, не таблица А таблица, может быть, еще не полноценно вся как таковая То есть, она не полная Возможно, существуют какие-то элементы Которых мы еще не знаем В дальних глубинах космоса В том числе, как астрофизики подтверждают В сегментах какого-то темного вещества, допустим Или где бы это ни было еще Но не будем касаться аспектов астрофизики Астрономии, космологии и так далее Здесь напрашивается такой интересный вывод А что же, собственно, можно сделать со временем Как явлением, так скажем, ассоциативно-психологическим больше А не физическим Ежели оно, по моей теории, таким является В аспекте, допустим В аспекте, который интересует многих В том числе писателей, ученых Обычных обывателей, кого бы то ни было Это перемещение во времени Ну, то есть этот вопрос вообще вознавал всегда всех С тех времен, когда только технологически и научно Человек стал себя осознавать как Сознательная, интеллектуальная единица Когда начала развиваться наука, технологии и все прочее Особенно этот вопрос всегда волновал фантастов Футурологов, фантазеров, эзотериков, кого бы то ни было Так вот, согласно моей теории Перемещения как таковые во времени невозможны Это, конечно, печальная Тентенция, но тем не менее, это так Почему? Ну, все очень просто Потому что состояние материи в разный момент Условный момент времени Т1 Атомограмма этой материи Я имею в виду в размерах всей Вселенной Она все время разная Потому что все время состояние материи изменяется Ее составляющие элементы двигаются Атомы Элементарные частицы Все, что составляет материю Не будем углубляться в микромир Из чего состоит Мейтроны, электроны Позитроны и так далее Мизоны и прочее Не будем касаться именно вот этих тонких Как говорится Частных вопросов А будем говорить немножко в общем Обобщая То есть Есть такой термин У писателя Станислава Лема В одном его произведении Как Атомограмма Человека Атомограмма пространства Можем так назвать ее Для простоты Для простоты вашего восприятия Атомограмма То есть атомограмма Окружающего нас пространства Я подчеркиваю Всего вселенского пространства Пространства всей Вселенной Каждый момент Т Условный момент Времени Т Разное Ну потому что Порядочный хаос Постоянно находится в движении Это по-моему Всем понятно Это уже Доказывать не надо Таксиома Поэтому естественно Чтобы Допустим Попасть в прошлое Там 10 лет назад Что происходило Момент какой-то Который был Такой длинный Примежуток времени То есть Сколько за эти 10 лет Произошло процессов И насколько сильно Изменилось пространство Время Вообще Материя Это конечно Представить невозможно Поэтому вернуться В ту Структуру пространства В его Структурированную форму В данный какой-то момент Времени 10 лет назад Но невозможно Если другой вопрос Если мы могли бы Допустим Снять эту атомограмму 10 лет назад Со всей Вселенной Я подчеркиваю Не с какого-то Ограниченного пространства Там 2 метра на 2 Об этом я еще поговорю Чуть позже А именно со всей Вселенной Вот тогда можно было Хотя бы вернуть Это время И хотя бы так В двумерном пространстве В двумерном Отражении Такой ретроспекции Увидеть Что из себя представляло Пространство Время Пространство Материя Допустим Десять лет назад Ну вот Допустим Даже простой пример Свет Который прилетает нам Из космоса От далеких От далеких Космических объектов Мы их видим Допустим Когда они находились Миллион лет назад Десять тысяч лет назад Даже миллиард лет назад Потому что Они находятся от нас Очень далеко И свет Соответственно Летит от них Очень долго То есть Мы сейчас видим Их Состояние В котором Они имели Облик свой Миллион лет назад То есть Большой срок времени То есть В какой-то мере Это какая-то Машина времени Это в принципе Многими учеными Так в шутку Об этом говорится То есть Мы видим Наше звездное пространство Звездное небо В том состоянии В котором оно было Там очень долго Задолго Задолго До нашего момента времени Но это всего лишь Физический момент Такой Аспект Так скажем Физический эффект Не имеющий Ничего общего Со временем Как таковым Потому что Время все равно Течет неизменно Определенной Скоростью В определенном Направлении В стационарном Окружающем Опять-таки Стационарном Неудачное слово В ординарном Окружающем У нас пространстве Обычном Его состоянии Вот Поэтому В принципе Перемещение Во времени Невозможно По той причине Что мы просто Не сможем В первую очередь Мы сейчас говорим О перемещении В прошлое Мы не сможем Создать Ту модель Структуры Вселенной Которая была Десять, двадцать, сто лет назад Потому что мы не знаем Какую структуру Она в тот момент имела Мы ее можем Предположить Просчитать математически Как-то Но все равно Порядочный хаос Нельзя довести До полной Структурной Идеализации Так сказать Идеальной формы Мы не сможем Воспроизвести ее Вот если мы Смогли произвести Вселенную Состояние В котором Вселенная Находилась Там сто лет назад Тогда да Считайте Мы переместились Во время Прошлое А если нет То уследить Как изменяется Пространство Его структура Его Его свойства Даже за Минуту времени Ну практически Нереально Сами понимаете Что касается Перемещения В будущее Естественно Что предположить Как будет В какую структуру Какую На микроуровне Структуру Будет иметь Вселенная Там через Пять лет Тут опять таки Исходя из того Что по теории Вероятности Движения элементарных Частиц Я не имею ввиду Не имею ввиду Термодинамику Бровневское движение Там что угодно Я имею ввиду Теорию Порядочного хаоса Всем известную То есть Неизвестно До конца Строго четко Определить По теории Вероятности Какое состояние Будет Через 10 лет Материи На уровне Микро И на уровне Макро То есть В принципе Это непредсказуемо Там очень Малая вероятность Что можно попасть В точку Сами понимаете Потому что мы имеем ввиду Масштабы вселенной А не масштабы Нашей комнаты Допустим Тут есть такой Небольшой аспект В принципе Возможно Что сделать Реально и практически В этом аспекте Если мы допустим В каком-то ограниченном объеме Допустим В каком-то кубе Размером Там Километр на километр Поставим Где ли мы тут Нас Рядом с домом Ограничим его Каким-то силовым полем Или Каким-то Твердым физическим Твердым физическим Границами Которые Позволят нам Соблюсти Изолированность Этого куба От внешнего Пространства Если мы в этом кубе Физические Условия Создадим Такие Что мы сможем Снять атомограмму Нынешнего момента Времени Какие предметы В нем Бежутся В этом кубе Какая атмосфера Какой воздух Вообще Какое состояние Материи Состояние пространства В этот момент То есть Мы эту атомограмму Снимем Ну как Рентгеновским снимком То естественно Представьте Мы ее запечатлели Ну как снимок Фотокамеры Можно даже Пролонгированности Как-то заснять его Как Как видео Сюжет Ну считайте Допустим Просто фотоснимок Вот мы сняли Как атомограмму Это пространство И представьте себе Прошло допустим Десять дней И мы решили Воспроизвести Эту атомограмму Пространство Ну так скажем Структура Грамму Уже в данный момент Мы ее воспроизвели Ну каким-то Каким-то оборудованием Которое Так сказать Пока еще не имеет Места быть В науке И в технике Представьте Такую возможность Просто как перспективу Вот мы Восстановили Эту атомограмму Пространство И мы увидели Что было допустим Десять дней назад Наглядно Вот эта атомограмма Структуры Нам показывает То что было Десять дней назад Ну любой Срок времени Снять такую Структурограмму Прошлую Мы не сможем Потому что Мы уже не знаем Какая Пространственная Структура Материи Была там Какие-то долгие Сроки Назад Это время Мы уже потеряли Оно уже ушло Мы никогда туда Не вернемся Я понимаю Есть теории Каких-то порталов Перемещения во времени Белых дыр Все это конечно Интересно Все это говорит о том Что в первую очередь Трансформации И генегисты пространства Какие-то происходят В зависимости От того Какие силы На них влияют И вследствие чего Это происходит Будь то там Умирающие Какие-то звезды Либо это Порталы Какие-то Объяснить Объяснить Природу Которых Пока Ученые Не способны Ну порталы Вы знаете Что такое Какие-то Определенные Каналы Туннели Через которые Можно попадать Из одного Времени В другое Из одного Пространства В другое Там параллельные Миры И так далее Пока это Находится Еще в плане Изучения Не в плане Изучения О состоянии Изучения И официальной Наукой В том числе Наукой Неофициальной Эзотерики Это у нас Быстро все Объясняют У них все Ясно и просто Но я все-таки Кандидат Технических Наук Имею отношение К официальной Науке Которая Оперирует Экспериментами А не Эзотерикой Эмпирикой Эмпирической Наук Поэтому Будущее Спровоцировать На данный момент Конечно невозможно И с точки зрения Математических Аспектов Теории вероятности И с точки зрения Просто Аспектов Технического Уровня В данный момент У нас просто Нет такой Аппаратуры Таких Приборов Таких возможностей И энергетических И технических Чтобы Создать Такой Так скажем Аппарат Аппаратную систему Которая могла бы Нам Зафиксировать Состояние материи Даже в ограниченном Пространстве Снятие Атомограмму Структурограмму Ну В двухмерном В своем виде Конечно мы можем Это видеть То есть Мы снимаем фотографии Мы можем это отразить Мы снимаем фотографии Снимаем видео Мы видим Двухмерную Двухмерное Отражение Прошлого Вот мы смотрим Свои старые Какие-то Видеосюжеты Съемки Это тоже Отражение Прошлого То есть В какой-то мере Это Так образно Условно говоря Литературным языком Это путешествие В прошлое То есть Мы видим То что было В прошлом Там Десять лет Двадцать лет назад Наша там Свадьба Там Кулянка Какая-нибудь Какое-нибудь Мероприятие Там Что угодно Но это всего лишь Двумерное Отражение Этого пространства И оно Как говорится Ну как бы это Объяснить Я не знаю Как это объяснить С научной точки зрения Научным термином Это Застывшее Отражение При попадании Там Фотонов На На пленку Или на Чувствительные элементы Там Цифрового оборудования Отражение Всего лишь Видимого В видимом Спектре Образа Двухмерного Этого Прошлого Которое было Поэтому можем Только его наблюдать Но влиять на него Как-то И создать его Структурировать его В трехмерное Состояние Чтобы Как говорится Снять Видеть эту томограмму И в ней находиться Например Мы не можем То есть находиться В этом мы не можем И только можно наблюдать На этих фотоснимки Видеокадры Вот То есть В какой-то мере Если так условно говоря Это тоже в какой-то мере Съемки Из прошлого Ну не съемки А Двумерное изображение Прошлого Поэтому Видите Согласно моей Сенсороморфной Теории времени То есть Путешествия Будущее и прошлое Они практически невозможны Пусть это печально Пессимистически выглядит Но тем не менее Это факт Возможно мы найдем Какие-то пути Для Изменения свойств пространства Или использования Тех Парагенезов Или как это назвать По-другому Аномальных Структур Пространственных Таких как Порталы Черные дыры Каналы во времени Какие-то тоннели Пространственные Которые имеют Природное Как бы сказать Которые имеют Природную основу Но может быть Мы искусственно сможем создать Такой какой-то портал Через который Изменяя пространственные Свойства материи Мы можем Соответственные ощущения Свои поменять Относительно времени Соответственно время Как следствие Как Так скажем Второй дифференциал От пространственных Процессов Можем как-то наблюдать И оценивать Своими чувственными органами В общем-то Это аспект Очень интересный Конечно Но прикладного значения Как такового Моя теория В себе не несет Потому что Она вообще-то Отрицает Всякие Прикладные Использования Ее как таковой Но тем не менее Изучая вселенную Изучать эти возможные Аномальные ее зоны Такие как Опять-таки повторюсь Какие-то порталы Места Мощнейших Гравитационных взаимодействий Вокруг коллапсирующих звезд Которые астрофизика Уже давно Принципе изучает Темное вещество Которое тоже сейчас Всячески изучается И некоторые Элементы Так скажем Аспекты ее изучения Практически Могут подвергнуть Сомнения Вообщественные Основные Теории Физики Наши законы Которые мы вывели До этого И прочие Закономерности Так что В общем-то Я не отрицаю По своей теории То что Если мы сами Будем менять Свойства пространства Его скорость Скорость его движения Скорость его изменения Вектор Направления его изменения То в принципе Мы можем Изменить свое ощущение Времени Оно может Двигаться у нас Гораздо быстрее Представьте Я сейчас двигаюсь Руками так А в каком-то Измененном пространстве Оно может двигаться Вот так То есть скорость Соответственно Будет по нашим ощущениям Мы будем даже Двигаться быстрее По нашим ощущениям Она будет выше Если такое возможно Но мы существуем В ординарном нашем Мире В ординарном пространстве Нашей Вселенной Я не беру сейчас пока Какие-то Экстраординарные Формы Этой материи В экстраординарных Условиях Природных Будь то Или искусственных Созданных там Природой Черных дырах Там Или каких-то Каналах Там Или прочих Элементах Либо это Искусственные Какие-то Элементы Которые созданы Высшей цивилизацией Инопланетянами На Америке Кем бы то ни было Вот такая ситуация